всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор в этом видео уроке мы начнем рассматривать теги изображений их несколько у нас желаю вам приятного просмотра давайте начнем с тега и mg это самый основной тег который мы будем использовать постоянно так очень простой пишем и mg и у нас появляются сразу два атрибута в принципе src это путь как мы уже знаем и аль это текст который будет отображаться если картинка не прогрузится по какой-то причине и конечно же атрибут alt желательно всегда писать и это как бы описание изображения чтобы поисковые системы хорошо индексировали изображения давайте рассмотрим какие у нас есть атрибуты line то есть выравнивание картинки и как она будет обтекаться текстом alt мы уже рассмотрели это текст border толщина рамки вокруг изображения хейт высота как мы уже знаем из видео урока под тегу видео edge space это горизонтальный отступ от изображения до окружающего контента и smap это теги карты которые мы будем рассматривать немного дальше пока что не будем сильно вдаваться в подробности long desk это атрибут который указывает адрес документа где содержится аннотация картинки src путь как мы уже знаем в space это вертикальный отступ от изображения width это ширина изображения use map ссылка на тег map тег map мы будем рассматривать немного дальше это тоже тег для работы с изображением поэтому этот атрибут мы рассмотрим чуть чуть позже давайте попробуем ввести здесь путь и mg и выберем нашу картинку как-то она неправильно у нас вставилась давайте сделаем так нажмем сохранить и посмотрим мы видим наше изображение вставилась она очень большое поэтому она появилась таким большим у нас давайте изменим немного его размеры и теперь мы видим наше изображение стало более менее подходящего размера но вы сами решаете как вам нужно поэтому эти атрибуты легко меняете высота и ширина задается в пикселях и здесь нет ничего сложного указываем путь в атрибуте alt пишем текст какой-то который соответствует тому что изображено на картинке ставим высоту ширину если это необходимо и все как мы видим закрывающего тега ему не нужно то есть мы просто пишем и mg и внутри все атрибуты нам не надо ставить закрывающий тег это конечно же очень удобно надеюсь это видео было вам полезно тег и mg мы будем очень много использовать при создании сайтов это один из самых основных тегов большинство вот этих атрибутов которые здесь я указал не нужны нам они редко когда применяются те же границы их можно создавать с помощью css выравнивание также но основные четыре вот этих атрибутов они используются довольно часто поэтому я думаю вы их очень быстро запомните и будете применять на практике а на этом у меня сегодня все спасибо за внимание до новых встреч в следующих видео уроках не забывайте также подписываться на канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь этим видео с друзьями спасибо за просмотр!